Существование своего пчелохозяйства началось с пары ульев, подаренных отцу за оказанную помощь на колхозной пасеке. Нынешний глава семейства Александр Николаевич уже потомственный пчеловод и спустя 45 лет продолжает медовую историю семьи. Он и его сестра Ирина еще с детства помогали папе по хозяйству, а как Александр вырос, решил заниматься пчелами самостоятельно. Вспоминает, знакомство с полосатыми насекомыми произошло гораздо раньше. Этим увлекался еще дедушка нынешних пасечников. У папы была большая библиотека по пчеловодству. Мы читали много книг и считайте сразу с 1978 года. Раньше не было такого хочу-не хочу. Надо, значит надо. И мы как-то очень интересно с ними помогали сначала папе, а потом и сами начали это дело развивать. Занялись этим делом и дети Александра, Максим и Светлана. Сейчас во владении главы семейства и его сына порядка сотни перевозных ульев. Работой занимается вся семья. У сына Максима с пчелами партнерские отношения. А дочь Светлана заинтересовала этим хобби мужа и детей, которые становятся уже четвертым поколением пасечников в роду. Супруга Александра тоже познакомилась с пчелами еще в школе. А в 1990 году Альбине достался муж с пчелинным приданным. Бок о бок с беспокойными жужжащими колониями. Семья живет уже несколько лет. В 10 классе меня приглашала подружка на государственную пасеку. Вот там я первый раз увидела пчел, показали мне как обрезать рамки, как качать. Похвалили. То есть я получила все эти навыки от ее отца. Саше повезло очень. С такой женой. Образованной в пчелином деле. Особенно. Сейчас выросшие дети – помощники во всем. Они вместе обрабатывают ульи от клеща. Подготавливают пчел к долгой спячке. Собирают последний осенний мед. В одной такой рамке по 4 килограмма. Скоро перенесут ульевам шанник, чтобы пчелы не замерзли. Зимой меньше работы, но это ненадолго. Так как весной вся семья вместе с крылатыми подопечными, отправляется в тайгу до следующей осени. Поскольку нужно собирать мед разных видов. А он не просто добывается. Например, дальневосточный липовый считается одним из самых чистых сортов. Он собирается в местности, где преобладает именно липа и мало других растений медоносов. Помогал-то на пасеке с 3-4 лет меня брали постоянно. А чтобы свои пчелы уже, наверное, лет 12-13 мне было, как появились свои пчелы. Ну и помогаю. То есть мы и моих качаем, с папой и его. Ну то есть он мне помогает, я ему помогаю. В отпуск уезжают вместе и только на неделю, потому что пчел одних оставлять нельзя или даже невозможно. Дочь тоже с 5 лет смотрела на уход за пчелами. Сейчас вместе с мужем держат их уже лет 7. Помогают дети Светланы, будущие продолжатели дела. Трудолюбие большой семьи их только закаляет и вызывает интерес. Дети стараются, папа там покажи, там где матка, там маточное молочко всегда пробуют, когда работают с пчелами. Ну на медогонке ребенок любит стоять, то есть крутить ему очень нравится, смотреть, как этот мед выбрызгивается с этих рамок. Ну то есть дети никогда не против помочь, потому что им это нравится. Ребенок в школе, да, он сейчас в 10 классе, но за 10 лет он уже три раза писал проекты по пчеловодству, защищал их, получал первые места. То есть это любимая его тема. Пчелиное дело быстро приходится по вкусу тем, кто хочет им заняться, как и сам сладкий продукт. На областной сезонной ярмарке семья Брелевых завсегдатые. Они снабжают медом земляков, поставляют его в центр страны, Приморские и Камчатские края. За границей сладкий янтарь Брелевых тоже покупают. И при этом у семьи большие планы на дальнейшее развитие хозяйства.